Итоги крупномасштабного осмотра конкурса были подведены накануне в областном центре. В город над Бугом приехали лучшие представители клубов юных олимпийц региона, а также представители районных систем образования. Для Брестской области олимпийская тема актуальна особенно. Именно здесь спортивная программа реализуется совместно с общеобразовательной. У нас отличная база, у нас отличная тренерская школа. По многим видам спорта, например, как в лёгкой атлетике, тренерская школа вообще самая сильная в стране. Но, тем не менее, этого всего недостаточно, чтобы взрастить олимпийского чемпиона или достойного представителя нашей спортивной Беларуси, нашей любимой и председающей страны. И чтобы такой человек появился, его нужно воспитать. Поэтому здесь нужно подключать родителей, здесь нужно подключать школы. Олимпийское образование – один из элементов подготовки будущих чемпионов. Именно этот тезис прошёл красной нитью через все выступления в рамках мероприятия. Сегодня для того, чтобы формировать у ребёнка особенное отношение к спорту, необходимы не только хорошие тренеры и современная материально-техническая база. Многое зависит и от информационного пространства, в котором находятся учащиеся, какие ценности и ориентиры ему прививаются в школе. Чтобы влюбить в спорт, для этого нужна такая программа. И очень много сегодня сделано, и мы хотим это донести до детей. Очень много кинотека богатая у Олимпийского комитета, очень много методических и рекламных материалов. Мы скоро встречаем Евроигры у себя в стране. Мы должны показать именно с этой стороны нашу нацию. Готовимся к этому событию. Термин «олимпийское образование» прочно входит в нашу жизнь. Сегодня оно находится на одной ступеньке с другими общими дисциплинами. И это хорошо. Ребёнок не только активно занимается спортом, заражаясь примером именитых спортсменов. Он учится формировать культуру здорового образа жизни, в которой есть место и тренировкам, и встречам с известными олимпийскими звёздами. Это сегодня понимают и в общеобразовательных учреждениях, где работа в таком направлении ведётся самое, что ни на есть активное. Это заслуга всего педагогического коллектива и коллектива учащихся нашего учреждения образования. Мы работали на протяжении прошлого учебного года, проводили олимпийские уроки, олимпийские дни, малые олимпийские игры, дни здоровья, спорта и туризма. В рамках их проходила «Спортландия. Папа, мама, я спортивная семья». Это был конкурс рисунка, это был конкурс спортивной куклы. Лучшие из лучших в этот день получили свои заслуженные награды. Конечно, путь к «Звёздному Олимпу» был тернистым, но приятным и полезным для всех участников образовательного процесса. Год грядущий обещает быть не менее насыщенным. Новые спортивные инициативы реализуются и в областном центре. Так что руководителям учреждения необходимо следить за новостями и афишей мероприятий, чтобы не пропустить всё самое яркое и интересное. Продолжение следует...